Сегодня моей доченьке исполняется 5 лет. Ага, и в этот твой торжественный день, Юмичу, мы подготовили для тебя самый лучший подарок. Правильно говорят наша Мишка и твоя тетя Софи. Покажи им, что мы дарим. Мы дарим тебе... Ключи от твоей первой собственной квартиры. Да ладно, уж ты крутяк, спасибо! Тогда я свой день рождения отмечу там! Без вас, как настоящая взрослая! Поздравляем! Ну что ж, теперь в моем личном собственном доме я буду жить как хочу, по своим правилам, и никто мне ничего не сможет запретить. Тем более в мой день рождения я теперь буду вставать не в 7 утра, а когда захочу, и можно будет прыгать на кровати, и лазить по подушкам, и даже не заправлять за собой постель, потому что все равно никто не сможет меня поругать. Сама себе хозяйка я теперь, понятно. Вот захочу, и... А что, туалетка кончилась, что ли? Ну, ну и фиг с ней. Я сама себе новую куплю в магазине, и никто теперь из туалета после меня не взорет. Фу, кто опять не смеет? Захочу и не смою. Правда, что-то и правда не очень как-то пахнет. Ладно, надо типа зубы почистить, хоть и не утро уже. Ой, упс! Да и вообще, кто сказал, что обязательно вот прям каждый день зубы чистить? Умываться можно, да, согласна. О, цвет мой зеркальчик, говори, да всю правду говори. Кто на свете всех милее, всех быстрее, всех скромнее, всех умнее, всех класснее, всех сильнее, всех толстее. Так, это уже не про меня, и никто мне теперь не скажет. Почему у вас ли тебя вечное зеркало забрызганное? Вот, ну ладно, оно же само по себе скользкое, я тут брызгам. Так, а куда-то я опять тороплюсь. Очереди в ванную-то нет, как обычно. Я могу и душ принять вообще-то. И никто не будет долбиться в дверь. Люми, ты что там в канализацию плыла? Выходи давай. Хватит там подмышки натирать. Мой день рождения, я уже взрослая, моя квартира, и живу я теперь одна, совсем одна, 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 одна. Ну и прекрасно, зато мочалка у нас теперь не общая. И вообще, делаю, что хочу, а мыться я больше не хочу, может больше никогда. Интересно, что будет, если я вообще никогда не мыться? Ну, вот и проверим. И теперь, когда я живу одна, есть я, тоже буду, что хочу. И никто никогда мне больше не будет предъявы кидать. Уборка дисциплинирует, а меня дисциплинирует пожрать. Уборка это ответственность, а моя ответственность пожрать. Очень-очень-очень хочется кушать уже. Завтрак я просто ладок, хотя бы пообедать. Тем более у меня сегодня день рождения. А, стоп, я же взрослая. И теперь живу одна в своей собственной квартире. Здрасте, офис моего любимого и самого полезного собачьего корма Платина. Да, слушаю вас. Хочу заказать все варианты вкусов, какие есть по пять патчек. А плата картой? Запишите насчет моей хозяйки. Ваш адрес. Так, а я пока что еще пиццу закажу, вот что. Интересно, кто быстрее приедет? Я так жрать хочу. Может, пока везут еду? Что-нибудь в холодовке сейчас нароем. Погнали, бекон. Не знаю, что это. Зеленая жирная паста, вонючая какая-то. Красно-белая репешка. Молочный отдел, здравствуйте. Помидоры на ветке, тут что, теплица, что ли, вместо холодильника. Ягоды в майонезной пачке. Колбасятина жирная. Сыр. Майонез в майонезной пачке. Клубника почему-то в бутылке. Еще сыр. Яйка. Не густо. И что мне из этого суп приготовить, что ли? О, курьерчик подъехал. Спокойно, у меня бесконтактная доставка. Отставьте за дверью и уходите. Я, может, вирусов всяких боюсь. О, вот это крутяк. Теперь можно прямо на диване лопать, а не за столом. И миски, тарелки, вылки, ложки не нужны. И крошки ронять прямо в диван, крутяк. Включить телик прямо в подушечках. Как к чипсу подкинувшку, только платином полезный, в отличие от чипсов. Ну, как и с чипсами, я себе все вкусы заказала. Главное не объедаться, главное не объедаться. Поехали. Обожаю снять в патруль. О, может мне тушко гулять сходить, там снег, наверное, зима. Зачем мне так объелось? О, еще этот курьер опять приехал. Спокойно, главное передвигаться не слишком резко. Спокойно, у меня бесконтактная доставка. Оставьте за дверью и уходите. Ну и что мне с вами делать? Миссис супер гигантской пепперони и мистер четыре сыра поменьше. Надо было раньше приезжать. Ну ладно, ладно, не уговаривайте меня. Я же вас в честь дня рождения заказала. Может, я еще устрою вечеринку и мы вас съедим. Но для вечеринки нужен торт, поэтому мне надо в магазин. Заодно растрясу желудок немного. Поставим чайник. Хм, почему-то он не включается. Ну и ладно, поставим его на газ. Какая разница, в воде все равно, как греться, да? Так, что у нас тут в шкафу? О, порядок какой. Теперь я сама устанавливаю порядок. Хочу разбрасываю вещи, хочу подбираю. И носки свои где угодно хранить буду. Хоть под кроватью, хоть в унитазе. И поводок не надо мне. Покемонию мячу на прогулку собралась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что-то как-то не жарко вообще. А что, я прогноз погоды-то не посмотрела. Никто мне не сказал, что на улице минус сто. Да, надо походу валенки надевать. Ладно, погнали обратно. Ничего страшного, заведушка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Какие лучше краблоки надеть? Эти или эти? Эээээ, чё-то я давно на кабугах не ходила. Чё-то как-то разлучилось. Тьфу ты. Кто вообще сказал, что надо надеваться, а бывkaa. Я взрослая, я живу одна, а пойду голая, никто мне ничего не скажет. Никто мне из окна орать не будет. Ты куда голая пошла? На рынок за помидорами на ветке. Куда я сейчас голая пойти могу? Ну-ка зайди, оденься, шарф замотай, шнурки завяжи, застегнись, капюшон надень. Ты что творишь? Хочу голая, хожу голая, я уже взрослая одна живу. До магазина и так можно. Главная задача купить торт. Так, а теперь мне надо зайти в эти дьявольские врата. Пропускаем демонов и вампиров. Эй, оборотень, шкури белого медведя, давай выходи. Иди, иди, малышка. А, вы еще в воду остаетесь, да? Ну, ох, тогда я пошла. Так, где тут у вас вообще могут быть торты? Это точно не торт. Вообще логика разделения жратвы, конечно, очень странная. Ладно, будем искать позапог. Отлично, я вас нашла. Но только они все так высоко. Эй, тетя, тетя, может поможете мне тортик спустить, а, пожалуйста? У меня сегодня день рождения, понимаете, вот этот красивый. Ну, давай. Тут есть птичка, ореховый вкусный. Не-не-не, другой. Вафельный шоколадный чародейка. Может, Прага? Ниже, ниже, смотрите. Наполеон, карамельный на сгущенке. Кирамису, может, сказку тебе любимую, а? А, вон, вон, вот тот белый, белый такой, не знаю, как он там называется, вот этот вот как гора заснежная. Медовичок, вот белый тортик такой сметанный, еще медовик киевский. А, вот этот тебе нужен, пломбирный. Давайте сметанный. Пломбирный, значит. Сметанный. Ой, он точно вкусный. Как же его вытащить-то оттуда, сейчас все торты уроню. Вот этот, который чуть не упал. Поняла, я поняла, пломбирный, говорю же, достаю, я сейчас тебе дам. Розочки у него какие красивые. Да уж. Только на кассу сама иди, а то мне еще продукты докупить надо. Дядя, дядя, поможешь тебе отнести торт на кассу? Чего? Ты что, собака говорящая, что ли? Или что, у меня галлюцинации перепил, что ли, я уже? Нет, это, у меня день рождения сегодня, мне нужно торт купить. Вот, вот, мне его помогли выбрать, и теперь надо на кассу отнести. Серьезно, собака говорящая торт купила себе на день рождения, и сейчас я его на кассу отнесу. А, не прикол, да? Это не прикол? Это что, скрытая камера, что ли, или что, снимаете, серьезно? Ну, ладно, давай, что, отнесу. Ого, вот это очередь, я сто лет тут врастаю. Столько людей. Эй, стоп, у меня же денег нет. Взрослая, взрослая, чем я за свой торт платить буду? Придется мне его украсть. Дядь, а вы положите его обратно на пол, я подумаю, покупать или нет. Ой, ну реально, прикалываете, что ли, а? Так, я тебя не брошу, ты мой заложник. Мне надо дотолкать тебя до выхода. Лучше не сопротивляйся и не паникуй. Сейчас мы затеряемся в ногах. Мы маленькие, незаметные, почти невидимые. Главное, без паники. Паника, она в глазах, понимаешь? Не выдавай нас. Медленно и спокойно мы сейчас покинем это здание. Отлично, пломбир, ты справился. Ты хороший заложник. Вроде нас не испалили. Теперь нам надо двигаться дальше. А путь сложный и длинный, ведь ты без ноги. Но нести тебя я не смогу, ты слишком тяжелый. Поэтому мне придется толкать тебя, как шайбу. Упс, кажется, у нас небольшая неприятность. Но ничего, мы не сдаемся и выдвигаемся дальше. Еще один шаг к победе. Пломбир, ты что, тебе жарко, что ли, или что? Ты что тут раздеваться решил раньше времени? Вроде не потный. Слушай, давай, не выделывайся. Не мордивы тут на улицах, я понимаю, что ты на меня смотришь. Так, давай, еще пара рывков. Ой, пломбир, ты должен дожить до дома. Слушай, это, ты же мой торт на день рождения, ты что? Молока забы... Былку пить, это что такое? Вы, понимаете, вы пломбира убили сейчас. А это опять ты, что ли, белка ты, собака, кто-то там говорящая. Я сейчас не буду плакать, я не буду плакать, ага. Короче, пломбира нет, торта на день рождения нет. Ну и фиг с ним, буду пиццу есть с чаем. Чайник там как раз, наверное, скипел. Тихо, собачка, ты куда идешь? Ну иди, что тут пожарные работают и сантехники. А что случилось-то? Да, кто-то там на каком-то этаже, видите, квартира горит. Сначала залил соседей, а потом вообще квартира сгорела, понимаете? Горь-то какое. Залил, сгорела, че-че-че... Че делать-то? Доброе утро. Я дома? Ничего, но не доброе. С днем рождения, покемон. А кому сегодня пять лет исполнилось, а? У меня с ним все ужасные соны, наводнения и пожары. Вообще, все сгорело, все рухнуло мир и пломбир умер. Пломбир умер, ладно, давай поднимайся, мы тебе подарок будем дарить. Фуф! Юмичу, тебе сегодня исполняется пять лет. Мы дарим тебе... Ключи от твоей первой собственной квартиры. Не надо!